любимые всем привет вы на моем канале 30 плюс соленые сегодня мы с вами говорим про хроническое воспаление сегодня в этом видеоролике я объясню самые базовые вещи возможно вы просто это примете возможно вы это переварить а возможно вы это воплотить их жизнь очень кратко емко и по делу у нас у всех есть какие-то мелкие воспаления в организме и так или иначе чаще организм справляется но бывает так что система настолько устала и настолько измучена что хроническое воспаление просто добивает несколько и несколько систем одновременно причины и воспаления совершенно разные но хроническое воспаление как большинство заболеваний может привести не только к раннему старению но и просто апатии депрессии агрессии тревожности ведь все эти моменты они очень сильно влияют на состояние и есть вещи которые вы можете сами максимально максимально исправить вы можете добавить а можете как-то разбавить я как всегда с юмором но есть вещи которые мы можем сами контролировать первое индивидуальные воспалительные реакции тело может просто перестать контролировать какую-то мелочь вроде воспаления в ротовой полости и вы этого не замечаете оно забирает у вас силы всякие ротовые инфекции переносятся в жкт и начинается просто хроническая история второй момент генетическая поломка есть ген который определяет как организм справляется с патогенами организмы некоторых людей просто отключают защиту сами по себе и вот эта история она очень тяжело переносится у тех кого есть вот эти генетические проблемы еще один момент избыточный вес лишняя жировая ткань это генератор воспалительных цитокинов чем больше жира тем больше тем больше проявляется хроническое воспаление хронический стресс и депрессия многие люди находятся в депрессии и они обязательно не какие-то великие художники это и блогеры и артисты и даже нутрициологи которые говорят постоянно здоровье 90 процентов из них испытывают тоже депрессивное состояние к сожалению хронический стресс изменяет активность генов иммунных клеток и это очень сильно влияет на маркеры воспаления характер и привычки люди с меньшей сознательностью больше склонности к зависимостям курение алкоголь фастфуд малоподвижность чаще имеют проблемы воспалительного характера про микробиом я не буду говорить что на лакта бифидобактерии у кого их не хватает проблемы опять с патогенами это тоже в перспективе проблема с щитовидной железой настроением тяжелым нарушением психики в перспективе то есть проблем запоминаем по простому проблемы с микробиомом это не только потенциальные проблемы щитовидной железы настроение но и риски тяжелых нарушений психики надеюсь понятно загрязнение окружающей среды это та история которая повышает воспалительные маркеры но здесь вы не можете просто все убрать астма экзема и так далее все это имеет место быть при воспалении рафинированные угры воды продукты из белой муки масла саха транжиры глутамат натрия глютен козеин аспартам алкоголь и только малое начало алкоголь огромная нагрузка на печень ослабление ее функции триггер воспалительной ситуации аспартам огромная нагрузка просто чужеродные токсин поэтому смотрите казин я не раз говорила в блогер им очень удобно которые по похудению эти специалисты ведь легче вас накормить казино вы похудеете но ничего не сказать вам про воспаление суставов аутоиммунку и другие моменты глютен сейчас диетологи это разрешает но что какая разница какая разница на чем худеть а я сразу скажу похудеть вы похудеете вы истощаете некоторые потому что повреждение кишечника глютеном возникает целиакия а целиакия это воспаление кишечника при котором все плохо по простому рафинированные углеводы и продукты из белой муки но я думаю это еда для бедных бедных умом людей почему потому что не не в обиду сказано но все переработанные продукты в которых мало питательных веществ зато с высоким гликемическим индексом они долбят по дофаминовым рецептором повышают сахар и также резко сахар падает и человек уходит в аут масла с высоким содержанием жирных омега-6 кислот тоже там соевая кукурузная подсолнечная по простому к нам всем ко мне к тебе это все попадает важно количество доза и уже наличие воспалений то есть если ты знаешь что у тебя аутоиммунка или какие-то или бесплодие или какие-то другие вещи услышь меня заранее что нужно что можно противовоспалительный рацион существует антиоксиданты из овощей ягод фруктов чаев и даже кофе источники кверцетина красный лук яблоки капуста черника зеленый чай классная история омега-3 классная история куркума тренировки любые медитации молитвы еще раз противовоспалительные продукты первый продукт это вода она должна быть чистой и качественной минеральная вода не более двух стаканов день в день и смотрите на свои самое самое чувство чувства чувстве бобовые многих не переносят но на самом деле многим они подходят такие как нут красная фасоль имеет место быть белковые продукты надеюсь органические зеленые смузи берите не сочное зеленое яблоко сельдерей петрушка огурец имбирь киви например отличный вариант и другой момент это водоросли тоже подходит и все мерзкие продукты которые я перечислила из списка надо ликвидировать если вам нужна нормальная жизнь в принципе молочное можно оставить при отсутствии чувствительности к нему подсолнечное масло употреблять не более столовой ложки в день они зажарки какие-то шкварки всем крепкого здоровья подписывайтесь на телеграм соленой